Частота пульса 66 ударов в минуту. У вас повышенное систолическое давление. Фельдшер Ольга Гартвик работает в селе Белояровка 5 лет. До сих пор она принимала пациентов, ютясь в небольшом помещении в этом административном здании. А ведь ФАП – место для сельчан востребованное. За день, по словам фельдшера, приходит по 20-30 человек. Кому прививку поставить, кто-то плохо себя чувствует. Теперь в распоряжении медика современный отдельный фельдшерско-акушерский пункт. Не было ЭКГ, теперь приболек в сердце. Можно записать, кардиограмму будет, все тонометры новые. Для транспортировки больного все есть. Сегодня собственный ФАП должен быть в любом населенном пункте, где население превышает 100 человек. Этот построили по особой модульной технологии. От начала стройки до запуска прошло 8 месяцев. Обошелся он в 6 миллионов рублей. Это средства федерального нацпроекта здравоохранения. Оборудование приобретали уже за счет региональных средств. Но появление ФАПа, уверяют медики, это лишь начало усовершенствования медпомощи сельчанам в ближайших планах подключения пунктов к глобальной компьютерной сети. Здесь будут выписываться и рецепты, больничные листы. Также на данном ФАПе рассматривается телекоммуникационная сеть для дистанционной консультации по сложным случаям. До конца года, по заверению специалистов Минздрава, собственные ФАПы появятся во всех селах региона, где есть такая необходимость. Если верить статистике, нуждаются в первичной медицинской помощи еще 11 населенных пунктов региона. А уже в следующем году планируют начать перестраивать старые ФАПы. Всего под программу попадет 30 пунктов. Илья Кочетков, Николай Шелко. День с толком.